Если вам, что наши постоянные зацепки за историю, вот воспоминания 30-й год, 40-й СССР, это мешает на самом деле гражданам посмотреть трезво на сегодняшний день. Может быть, настало время снять исторические очки и просто воспринять себя здесь и сейчас? Знаете, вопрос действительно сложный. С одной стороны, это наша великая сила, как в известной присказке, с другой стороны, наша великая слабость. Сила в том, что это яркие образы. Я согласен с тем, что говорили в студии, что действительно это людям во многом близко. Это часть нашего кода, нашей культуры. Это вошло в историю и воспитывается с молоком матери. С другой стороны, посмотрите, насколько грамотно работает власть, насколько она готова брать это на свое вооружение. Посмотрите на любую школу, любое административное здание на протяжении многих лет. Там висит Знамя Победы. Это что, изменило их грабительскую политику? Если мы, допустим, задача максимум, все города вернут исторически правильные, справедливые названия, имена. Если мы действительно сделаем честные и настоящие учебники истории. Да неужели вы думаете, что власть не пойдет на это, если от этого будет зависеть их положение, их природа, их права, их возможности обогащаться? Да они детей своих на красных знамелах будут крестить, если от этого будет зависеть их заработки, их сумасшедшие прибыли. И здесь мы должны понять, что большевики и Ленин в 1917 году, он шел же не просто с красивыми, значит, лозунгами. Он шел с конкретным решением социальных проблем, экономических проблем, положения большинства. Он предлагал трудовому народу защиту его интересов. Он предлагал крестьянству решение вопроса земли. Он предлагал женщинам уравнение в правах со всеми вытекающими материальными и экономическими последствиями. Он предлагал подчинить богатство страны интересам каждого гражданина. И на этом этапе власть будет делать все, чтобы выхолощивать эту суть. И переименовые города или бешие знамена победы над своей головой, они будут делать все, чтобы содержание этого исказить. Чтобы это не угрожало их будущему, будущему их детей, вот этому наследованию и так далее, акциям их и сферам влияния. И на этом этапе мы должны открывать обществу глаза и показывать их классовую сущность, их природу. Что, что бы они ни сделали хорошего, второй рукой они возьмут в 10 раз больше. Я, может быть, по началу своего политического пути как-то там мог позитивно это все, значит, там как-то рисовать все картинки в голове. Но по истечении многих лет вот этой баррикадной борьбы за стенков режима, тюремных камер, наручников, судебных процессов, штрафов и административных и других последствий, я не испытываю больше иллюзий. Они до этого момента, может быть, и будут нас терпеть. Но в тот момент, когда их положение будет по-настоящему шатким, безусловно, они перейдут к фашизму. И вот здесь сейчас в студии говорили, да, про разные режимы фашизм, есть открытая террористическая диктатура самых шовинистических элементов финансового капитала. Оглянитесь на нашу страну. Фашизм это никогда к стенке ставят. Это подавление, это диктат, это в том числе тюремная камера, а может быть и другая ответственность. Вот, можно любой словарь открыть. Если вы считаете, что в России что-то другое, я, значит, что-то не вижу. А если мы посмотрим с вами динамику, как все идет, ну, вообще иллюзий сразу не останется. Николай, спасибо за участие в программе с призывом быть бдительными. Николай Бондаренко, саратовский депутат-коммунист.